всем привет ребята меня зовут богатейший дип сегодня будет видео не слишком длинное но тем не менее интересное в нем будут рассмотрены две темы возможно ли стоимость биткоина в 10 миллионов долларов за одну монету и в чем заключается смысл союза фейсбука и банка англии в чем план либры как либра собирается заменить доллар причем законно ссылка на оригинальное видео как всегда в описании поехали сегодня я хочу поговорить с вами о двух вещах которые я уместил в это небольшое видео во первых я хочу поговорить о том как фини предсказывает что биткоин достигнет 10 миллионов долларов во вторых поговорим об управляющем банка англии марки карни верьте этому или нет но марк карни раньше работал на канадский центральный банк а до этого на голдман загс так что вы должны понимать что от него ничего хорошего ждать не приходится но давайте для начала возьмемся за тему а фини земля ему пухом он оставил свою предсмертную записку я прочел ее это было очень вдохновляюще еще недавно фи не говорил о том что биткоин может стоить до 10 миллионов долларов за одну монету потому что текущая оценка хранящегося по домам богатства составляет от сотни до трех сотен триллионов долларов для 20 миллионов монет биткоина это означает цену в 10 миллионов долларов звучит логично но проблема заключается в том что в нашей экономике многое переоценивается и есть несколько путей этой переоценки один из таких путей это когда люди впадают в большой ажиотаж после которого они начинают верить что эта вещь имеет большую ценность чем должна и тогда многие люди начинают покупать это выступление потому что такова человеческая натура когда ты видишь толпу бегущих людей ты не знаешь почему они бегут ты просто автоматически бежишь вместе с ними потому что испытываешь чувство опасности то же самое работает и с валютами деньгами и финансовыми активами вы можете не знать почему конкретный актив растет но вы видите что это происходит и вы следуете за этим активом вот что происходит с основной массой людей в такие моменты и тогда мы наблюдаем пузыри и растущие ценное но есть еще один интересный способ которым мы переоцениваем активы с помощью долга в комбинации со страхом что-либо упустить на самом деле большинство людей боятся что ценность их богатство снизится поэтому они заканчивают тем что покупает такие вещи как домашние автомобили или редкие предметы чтобы избежать потери покупательной способности в результате дефляции и в конечном итоге происходит то что люди покупают эти вещи влезая в долги именно поэтому наша экономика основана на долгах в основном мы все понимаем что долги это деньги созданные из ничего поэтому когда вы идете в свой банк и занимаете деньги чтобы купить дом например вы тут же создаете эти деньги чтобы купить свой дом эти деньги никогда не существовали до того пока вы не решили взять так называемый кредит на самом деле вы только увеличиваете денежную массу в обращении а также повышаете цену еще больше чем больше людей могут купить дом со все большим и большим долгом тем больше завышается раздувается цена поэтому лично я считаю что фактически обычный дом в северной америке стоит не полмиллиона долларов а всего лишь 10 тысяч основываясь на текущей стоимости труда и это интересно так как стоимость труда на самом деле всегда падает в цене потому что людей становится все больше и больше работы все меньше и меньше так что вы должны учитывать это цена дома будет становиться справедливее только в том случае если мы будем становиться лучше производство будет улучшаться ведь чем производство быстрее и эффективнее тем дешевле в итоге продукт поэтому если мы найдем способы более дешевого строительства домов то средняя цена снизится в будущем мы уже не сможем использовать долг и следовательно многие активы больше не будут переоцениваться поэтому вам придется скорректировать и цену биткоина но нельзя сказать что биткоин не будет расти в цене превышающей ожидаемую до того как мы поймем его реальную ценность в этом путешествии будет значительное количество хайпа и ажиотажа я надеюсь вы поняли все о чем я говорил и вот мы подошли к еще одной вещи о которой я хотел вам рассказать это банк англии точнее глава банка англии марк карни предлагает новую валюту говоря что торговая война влияет на деловые сферы в целом марк карни заявил что нам нужна новая криптовалюта во многом похожая на либру короче он сказал что нам нужно что-то типа либры я думаю что они просто собирается позволить монете либра существовать также мне кажется что они определенно уже разрабатывают еще одну валюты она конечно же будет являться криптовалютой и будет полностью контролироваться ими так что я верю что произойдет то что крипту от фейсбука будут продвигать но я вижу здесь одну интересную вещь касаемо фейсбука который никто не говорит это то что они создают полудецентрализованную криптовалюту которую они фактически подкрепляют корзиной других валют национальных валют так что это все будет поддерживаться каким-то другим активом но мы уже видели это на примере золотом когда золото убрали как поддержку доллара эти центральные банкиры вероятно должны бояться того что такое же может случиться и с ними когда их криптовалюта перестанет обеспечиваться корзиной различных валют как свое время доллар перестал обеспечиваться золотом так что это довольно интересная игра вероятно все это было планом самого начала особенно если учитывать что все эти валюты из корзины поддержки определенно будут рушиться этот план состоит в том чтобы сначала поддержать свою крипту национальными валютами только для того чтобы они могли получить одобрение регуляторов а затем потянуть одеяло на себя и вытащить его из рук правительств и это происходит потому что теперь у них есть своя собственная валюта которую люди фактически используют и доверяют и кому теперь нужна государственная вот и все на сегодня мы поговорили только о двух вещах но я надеюсь что вы получили свою долю новой информации если это так то поставьте этому видео лайк а меня зовут богатейший подписывайтесь на канал телеграм делитесь видео с друзьями комментируйте обязательно богатейте до скорого